Здравствуйте! Это действительно программа «Особое мнение». Я Марина Королёва. Напротив меня журналист Александр Проханов. Здравствуйте, Александр Андреевич. Добрый вечер. Давайте с вопроса слушателей начнем. Смогли бы вы сказать Путину «Я поздравляю вас с честной победой на выборах президента?» Вопрос в лоб. Нет, я не могу вам сказать, потому что я не ходил на выборы. Вы не ходили на выборы? Да, я заявил об этом всеслышание. Я не могу заниматься таким церемониалом, поздравлять президента. Если бы я был каким-нибудь кандидатом в президент, например, если бы я был Прохоровым, а не Прокановым, конечно, первое, что я сделал, узнав о своем проигрыше, я побежал поздравлять Путина. Так что я не участник всего этого. Я сердца, я мслитель, аналитик. Подождите, подождите. Но вы же в митинге участвовали незадолго до выборов. В каком? Ну как, разве вы не участвовали в митинге на Поклонной горе? А что это за был митинг? Если не секрет, расскажите. Ну, насколько я знаю, это был митинг антиоппозиционный, антиоранжевый митинг. А при чем здесь Путин? А Путин здесь ни при чем. Конечно. Это был митинг, направленный против группировки, которая могла вот эту взвинченную, экзальтированную толпу людей повести на свержение власти в Кремль. Путин здесь был ни при чем. Нет, подождите, на свержение власти, то есть на свержение Путина. Ну, почему Путин? В Валте был Медведев в ту пору, и остается на сей день до инаугурации. Ну, вы много раз мне говорили, что Медведев это такая проформа, а на самом деле Путин, разве нет? Не передавайте наши интимные с вами разговоры. Иначе я скажу, в каких условиях и когда, при какой степени затемненности я говорил вам это. Вы имеете в виду гостевую комнату? Нет, там все прилично. Вам подтвердят, вам подтвердят, Александр Анатольевич. И так повторяю. То есть не можете поздравить. И так повторяю, я никого никогда не поздравляю, а также не приношу соболезнования. Это не мой стиль, не мой амплуа. Хорошо, тогда другой вопрос и тоже от слушателей. Вот не от меня, заметьте. Выборы президента 4 марта легитимны? Да или нет? Да, да, нет, нет, да. Ну что за идиотские вопросы, боже мой. Неужели это невралгия? Это вопрос слушателя вам, читателя, слушателя. Ну слушателей много, слушатели разные. Зачем дурацкие вопросы? Это вопрос-то простой. Легитимны или нет? Выборы? Легитимны или нет? Откуда я знаю? Откуда я знаю? Выборы легитимны или нет? Они прошли. Они были прозрачные. И надо только одно, что выборы были прозрачные. Были прозрачные урны. В них бросались прозрачные бюллетени. К этим урнам подходили прозрачные избиратели. Кабинки для выборов были прозрачные. Президенты на президентский престол Были тоже прозрачные Какое-то ощущение прозрачности, стеклянности И хрустальности осталось у меня От этих выборов Вот я поделюсь вам этими ощущениями Это такие, знаете, импрессионистические наблюдения Я понимаю, художественные Легитимные они были или нет? Ну что за идиотский вопрос Конечно, они были легитимны Они были легитимны А можете как-то это доказать, подтвердить? А я не могу доказать, что они были нелегитимны Понимаете, у меня есть больше предпочтений, посылок верить в то, что Путин перепрыгнул шкалу 50%. И абсолютно нет никакой убежденности, что Прохоровский, сколько у него, 8 является действительно Прохоровским. Вот в чем я сомневаюсь, так это в том, что у Прохорова 8%. Вам кажется, что это слишком много для Михаила Прохорова? И он получил 8%. Откуда? Где эти люди? Ну, если вы в курсе, то по Москве Прохоров набрал, в общем-то, даже и больше. И есть участки, где Прохоров просто победил, в чистую победил Путина. Вот в это я не верю. Ну, хоть пытайтесь, хоть паяльниками не ожгите. Я не верю. Ну, хорошо, вы не ходили на выборы, но вы же как-то смотрели, я не знаю, там, видели, что было много наблюдателей. Ну, хотя бы там по первому, второму каналу, который вы смотрите, допустим. Ну, ведь урны были прозрачные, бюллетени были прозрачные, и выборы были прозрачные. А я знаю, что могли бы здесь в Москве появиться специально выписанные из Бангкога какие-то фокусники, которые могли прозрачные бюллетени сквозь прозрачные стенки урн туда забрасывать. Ну, это прям уж булгаковщина какая-то. Ага, вы думаете, мы что живем? Не в булгаковщине? Мы живем в среде, где доминирует Булгаков, Гоголь, Гофман, Босх. Мы здесь живем. Нет, ну, смотрите, на самом деле было много людей, это уж кроме шуток, которые записались в наблюдатели, работали наблюдателями, вели подсчеты, они провели подсчеты. Ну, вот, например, Лига избирателей сделала заявление, да? Люди вполне уважаемые входят в эту Лигу, в том числе. Ну, кем мы уважаем? Ну, я не уважаю. Вы не уважаете, хорошо. Но это, тем не менее, общественная организация. Люди организовались, подсчитали, сказали, что выборы нелегитимны. Путин на это ответил. Вот, кстати, Путин говорит, что в этом нет ничего нового, что Лига не признает результаты выборов. И Путин дает где-то 1% на возможные фальсификации. Я думаю, что Лига избирателей абсолютно высаданная с пальцем организация, организация палеотизма, мгновенно создана. Убеждена, что она подобна многим неправительственным организациям. Так, ну, скажите, 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 что вы хотите сказать. Ну, скажите. Я хочу сказать, что Лига избирателей никогда не получает иностранных траншей, что Лига избирателей абсолютно независимая организация, что эта лига состоит из людей, которые приезжают на трамваях, на собирание своей лиги, что лига организации абсолютно выражает мнение большинства русского народа, что если бы у нас не было лиги избирателей, то не было бы многовековой русской истории. Вот это я хотел сказать. Вы это хотели услышать ответственность? — И вы потом говорите, что вы не голосовали за Путина, и более того, вы не хотите его поздравить, но вы же повторяете его слова, Александр Андреевич. — Я вас поздравляю с наступающим днём 8 марта. Вы никогда не были такой политизированной, Марина. Ведь люди превратились в какие-то провода, в проволоку гнутую, ржавую, скучную. — Давайте 8 марта оставим на потом. Тем более, что и Путин говорил о праздниках тоже. — Давайте говорите о ржавой проволоке. — Минута у нас с вами. Через минуту мы вернёмся в эту студию. — Да, да, да. Минута у нас с вами. Минуты. — Срочное задержание. По всем постам. Уставшие люди с маленькой зарплатой. — Мужики, вообще-то дел по горло. Куча обязанностей. — Я не понимаю. Вам что, делать нечего? Массой неслужебных проблем. — А телевизор опять не работает. — Скажите, а вы женаты? И привычкой всё доводить до конца. — Чисто сработано. Молодцы, ребята. Премьера. Улицы разбитых фонарей. Минуты 12. На канале АРТВИАЙ. И сегодня это особое мнение журналиста Александра Параханова. Я ещё раз напомню для ваших вопросов. Плюс семь девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Кроме того, на нашем сайте, на сайте Эхо Москвы, вы найдёте остальные каналы связи с нами. Ну, в частности, давайте попытаемся, что ли, выстроить кардиограмму сегодняшнего эфира. Хотя я так уже поняла, что Александр Параханов не очень настроен говорить о выборах. Но мы будем говорить о них, Александр Андреевич. — Это пытка. — Это пытка. — Вам неинтересно говорить о выборах? — Абсолютно. Я столько за это время наговорился о выборах. — А ведь вам написали, что, возможно, мы с вами... — Я готов был бы говорить о выборах, если бы были поставлены интересные вопросы. — Интересные вопросы. Хорошо. — Не глупые, не простые, не привидные, а интересные. — Почему Путин заплакал? Вы же помните Монежную площадь, когда он 4 марта вышел перед людьми, которые пришли его поддержать. Ну, там, правда, разные разговоры были. Что это за люди? Говорят, что их свозили автобусами. — Но вы, конечно, в это не верите. — Многие примчались на оленях, кстати. Вы знаете, у Сходинской метро скопилось огромное количество нарт и упряжек. — Вы сами видели. — Ну, я сам, мне самому на оленях доставил. — Хорошо. Так вот, вопрос. Почему Путин заплакал? Действительно, это обсуждалось потом в интернете целый день. — Неужели вам не ясно, Марина? Вы же психолог, лингвист. Это называется слеза ребенка. — Слеза ребенка? — Конечно. — Но Путин не ребенок. Путин уже фактически третий раз будет возглавлять Россию. Это мнимость. В душе это абсолютно наивный, беззащитный, хрупкий человек, поддающийся эмоциям либо радости, либо огорчений, либо беды. Кстати, его так много обижали за всю эту предвыборную кампанию, как, может быть, не обижали никого в этом мире. — Ну, подождите, а это разве ненормально для предвыборных кампаний всех стран мира? — Это ненормально. Ненормально требовать, чтобы Путин разделил судьбу Каддафи. Это уже нормально. — Нет, ну подождите, а как вообще ведутся предвыборные кампании? Там действительно люди обижают. Какие могут быть обиды у политиков? — Ну, так, например, какой-нибудь претендент на американский престол в разговорах о выборах сказал бы, хорошо бы Обама разделил участь Мартина, Лютера, Кинга. И что было бы с этим человеком? — Да вы знаете, по-разному, наверное, могло бы быть. Я думаю, что там и не такое бывает. — Нет, там бывает, конечно, бьют просто снайперский винтовок по президентам, но во время президентской кампании такого человека вышвырнули бы. Вышвырнули бы из контекста президентского. А у нас это было зачастую... — Ну, хорошо, мы с вами немножко отошли от сюжета. — А я рад. — Итак, что это была за эмоция? — Я думаю, что это была эмоция победы, да. Я знаю, что когда Суворов взял Измаил, он тоже заплакал и даже написал реляцию Екатерине. Слава Богу, слава нам, Измаил взят, я там. То есть это были слезы гордости. — Это были слезы победителя. Это были слезы победителя, который, я так предполагаю, прошел все тернии, прошел все оскорбления, все риски, потому что риски были, бушевали кругом эти площади, наполненные ненавистью к нему. И он продемонстрировал свою человечество. Все говорят, что Путин деревянный, Путин плоский, Путин фанерный, Путин алебастровый. Нет, вы видите, и камни плачут. — То есть вы поверили? Он действительно плакал? — Я сказал то, что сказал. Вот большего я не могу сказать. А вы думаете, что это игра Олега Табакова, да? Знаете, я не знаю. Вот я не знаю, если вы спрашиваете меня, я вас спрашиваю. — Нет, вот слезами учат в театре, а Путин окончил другое учебное заведение. — Ну, возможно, в школах КГБ тоже учат, и в том числе и такому. — Нет, нет, нет. — Как вовремя заплакать, как вовремя проявить эмоции? — Спросите нашего своего общего друга Юрия Кабаладзе, учитель в школах КГБ плакать. Я думаю, что нет. Но, понимаете, действительно, и камни плачут, и камни иногда плачут. — Ну, хорошо. Но, тем не менее, вот сегодня Владимир Путин, он вот вы там про 8 марта, он сегодня общался не с журналистами, а с журналистками из своего президентского пула. Он много там о чем сказал, мы сегодня с вами об этом еще поговорим. Но он в шутку, вот на этот раз он не плакал, а смеялся, как вот сообщает Этартас, посмеиваясь, он сказал, что да, вновь будут закручиваться гайки. Его спросили, он сказал, да, будут закручиваться, не расслабляйтесь. Вот в это вы верите? Как вы думаете, Путин шутил или нет? — Нет, я думаю, что он не шутил. Я думаю, что он будет закручивать такие гайки, сделанные из хлебных мякишей, которые вот наворачиваются на какие-то столовые принадлежности. Какие гайки, если они, несчастные кремлевцы, задумали политическую реформу? Абсолютно неподходящий момент для России. Они настолько испугались этой смехотворной площади с белыми бантиками и лентами, что еще до выборов затеяли политическую реформу. — Вы имеете в виду прямые выборы губернаторов? — Обещали выборы губернаторов. Когда до этого считалось высшим таким политичным пилотажем отменить выборы губернаторов, иногда были мощнейшие аргументы, я их разделял. Конечно, эта шатающаяся, зыбкая чаша русской государственности, она укрепилась в результате отмены выборов губернаторов. Или мы строим партийную систему, для этого нужно всего лишь несколько крупных, мощных партий. И это была логика. А теперь возник этот планктон партийный. Этот планктон забьет всю канализацию политическую в нашей жизни. Это слабость власти. — То есть вы против многопартийности? — Да я же авторитарист, я же сталинист. Вы же знаете, что переспрашивать меня? Я же против. У нас есть многопартийность. У нас есть правящая партия, которой Путин стыдился на выборах, и ни разу ее не упоминал. Эта партия как будто бы не существовала, как будто корово языком слезнула. У нас есть Прохоровская великая партия, состоящая из его и его сестры. И у нас есть еще три партии, которые демонстрируют свою абсолютную стабильность, набирая каждый раз тоже одинаковое количество голосов. Как будто бы они окаменели в своем динамике. Поэтому какая же у нас однопартийность? У нас просто полифония. А здесь будут миллиарды партий. Вы представляете, что это такое? — Ну, миллиарды. — Это насекомые. Это вот весной эти комары-толкуны скапливаются под ветки. — Но, возможно, именно так и рождается настоящая политика, Александр Андреевич? — Возможно, так и рождается. А можно именно так и рождается распад государства. Все возможно. Я просто знаю, что вакханалие партий — это беда. А Россия, которая нуждается в модернизации, а модернизация классическая, требует жесткой авторитарной власти, концентрации власти. Значит, если будет много партий, тю-тю развития не будет. Мы будем заниматься только политической системой. Только развитием политической системы. Города будут гнилые, дорог не будет, заводы не будут модернизированы. — Так их и так нет, Александр Андреевич. — Самолеты будут покупаться за границей. — Их и так нет. Причем здесь партии? Вот сейчас их и так нет. Есть «Единая Россия», а дорог нет. — Прислушайтесь к тому, о чем я говорю. России нужна модернизация. Модернизация требует концентрации власти. Власть демонстрирует свою расслабленность. Она уходит от концентрации. — Подождите, но у нас же только что, 12 лет, была концентрация власти. Вертикаль власти, Александр Андреевич. — Послушайте, что я говорю. — Я слушаю. — Послушайте, что я говорю. Когда задумывается модернизация, когда она задумывается, начинает реализовываться, возникает концентрация власти в России, в Германии, в Китае, в Сингапуре. В любой стране возникает концентрация власти. Если власть распускается, если она диссоциируется, значит, никакой модернизации не предполагается. Вы слышали, что я говорю? — Нет, я-то слышу. Я хочу вас вернуть к тому, что было. Итак, была концентрация. Были убраны прямые выборы губернатора. Была выстроена вертикаль. Дорог как не было, так и нет. Промышленности как не было, так и нет. И в результате, к чему мы приходим, власть вроде бы понимает, что нужно что-то с этим делать. И пытается вернуть прямые выборы губернаторов. Пытается вроде бы показать, что хочет вернуть многопартийную систему. И что? Видимо, ее к этому подталкивает реальность? — Я считаю, что это сплошное свинство. — Вы имеете в виду многопартийную систему и прямые выборы губернаторов? — Да, многопартийную систему. И вот это заигрывание власти с оппозицией, которая хочет ее убить, эту власть. — А как она должна себя вести в власти, я имею в виду? — Она должна вести себя твердо, гордо, осмысленно. Она должна приступать, наконец, к затянувшейся модернизации. А для этого концентрировать в своих руках все немногочисленные ресурсы. А то бюджет пуст, страна на грани катастрофы экономической, деньги не привлекаются, олигархи продолжают их уводить. И при этом возникает многопартийная, не многопартийная, а тысячепартийная политическая система. И Прохоров, миллиардер, претендует на роль в правительстве. — Нет, он пока не претендует, я хочу просто сразу договориться. Нет, он сказал, что он не хочет в правительство. Это Путин сказал сегодня о том, что он готов его использовать в правительстве. — Прохоров дает глаза. Оба глаза говорят мне, что он претендует на роль в правительстве. И вообще он мечтает стать президентом. — А вы бы не хотели, чтобы он вошел в правительство? — Я бы? — Да, вы бы. — Ну как же, я всю жизнь посвятил для того, чтобы Прохоров, во-первых, родился, выстрадал его как миллиардера, чтобы он вошел в правительство. Если он не станет президентом России, я бы считаю, что моя жизнь прошла напрасно. — Хорошо, я все-таки хочу вас вернуть к тому, что сегодня сказал Путин по поводу закручивания гаек. Вот смотрите, мы с вами много, в том числе здесь, вот в этой студии, говорили, например, о революции, о толпе, о том, как революции происходят и так далее. Значит, вот как вам кажется, если действительно это произойдет, и Путин не шутит, и он попытается закрутить гаеки, как он говорит, чем это закончится? Это закончится... — Закончится закручиванием гаек. — Но закручиванием гаек никогда ничего не заканчивалось. — А почему? — Обычно резьбу срывает после этого, через какое-то время. — Не обязательно ее смазывает просто, и все. — То есть вы поддерживаете и здесь, что же вы не голосовали-то за него? — А я... у меня нет таких вот симпатий глубоких ко всем, кто выступал на этих выборах. — То есть не нашли своего кандидата среди них? — Переспрашивайте. Не нашел, миленькая Марина, не нашел. — Поняла. Хорошо, но Путин это вот во всем поддерживаете. Закрутить гаеки, вы говорите, закрутить. Прекрасно. Значит, вы считаете, что он прав, надо закручивать гаеки. И вот, скажем... — Ну, это вы так говорите. Ну, продолжайте, продолжайте. — Хорошо. В это понятие входит то, что было, например, позавчера на Пушкинской площади. — Да ничего нет. И там довольно жестко вел себя ОМОН. Вы поддерживаете действия? — Конечно. Мало били, надо было стрелять, надо было резать пилами, кидать под молотки, сдирать кожу, сажать наголы, вешать на фонари. Вы это хотите услышать? — Нет, я хочу услышать то, что вы думаете на самом деле. — Я хочу посмеяться над наивными, карамельно-сладкими либералами, которые топали на Болотной площади и умерялись. Какие вежливые милиционеры, какие нежные, какая симпатия выглаза. — Но они правда были вежливы? — Вежливы. И вдруг переменились, вдруг стали дубасить. Что же произошло? — Что произошло? — Я думаю, что просто либералы прекраснодушные, они всегда ошибаются. Они всегда принимают желаемое за действительное. В стране, которая только что пережила катастрофу 1991 года и может пережить второй раз эту катастрофу, власть будет преступной, если она позволит либералам диссоциировать эту власть и попробовать идти атакой на Кремль. Оранжизм — это не выдумка. Оранжизм — это мощнейшая технология, которая в наших глазах повергает один режим за другим. И поэтому власть, конечно, страшилась, что после выборов, пятая, шестая, оппозиция пойдет на Кремль буквально и пролит кровью. Но просто все настолько устали, все настолько это осточертело, настолько вот эта выборная риторика, эта невралгия осточертела, что у оппозиции не нашлось силы, чтобы собрать там, не знаю, сто тысяч народа. Я думаю, что и во время шествия, которое сейчас планируется, десятого, оппозиция там не придет. — Это будет не шествие, это будет митинг, это будет на Новом Арбате. — Ну это будет, да, это будет вашествие. — Это будет вашествие, Александр Андреевич. — Приходите? — Приходите, конечно. Но вы же приходите к нам на Новый Арбат. Здесь зайдете заодно, посмотрите. — Здесь-то я вас митингую, мне дают слово. А там-то, там же меня распнут. Распни-враспни, крикнут учредители митинга. — То есть, когда вы говорите об оранжизме, ну вот как вы выражаетесь, и вот не верите в это, вы считаете, что это технология, мощная технология. Хорошо, а это не стихия, да? — Оранжизм? — Да. — Оранжизм — это технология, управляющая стихией. Даже есть теория управляемого хаоса. Оранжизм — это грандиозная технология, которая, конечно, родилась в гениальном сознании Шарпа. Потом эта технология стала из лабораторной стадии, перешла в практику, было несколько экспериментов. И потом она триумфально прошла и продолжает двигаться по миру. Это гениальный эффект. Гениальный эффект. — Александр Андреевич, но ведь людей не заставишь выйти на улицу, если у них нет для этого оснований. — Ну почему? Все время все прогуляются. — Ну если им не платить за это, к примеру. — Ну или платить можно. Знаете, люди могут выйти на улицу, но, с другой стороны, эти вышедшие толпы могут быть построены в стальной клин и нанести удар по легитимной власти. Это разные вещи — выйти на улицу, на политическую прогулку или совершить государственный переворот. Требуя еще до начала выборов, говоря, что выборы нелегитимны, потом после этого, говоря, выкинем Путина из Кремля, потом начинают говорить о конституционном собрании и изменении политического строя в России. Все это дурно попахивает. Я думаю, что менты, которых при этом проинструктировали, они вот как-то прореагировали на эту попытку государственного переворота. — Ментов у нас нынче нет, у нас полицейские. Александр Параханов, журналист, здесь, в студии. Через несколько минут вернемся сюда. Представитель РНО в Берлине Автохаус Кауфман предлагает выгодное финансирование и лизинг с оформлением документов в кратчайшие сроки без бумажной волокиты. В нашей собственной мастерской вы можете быстро, надежно и недорого осуществить ремонт вашего автомобиля и пройти любые виды техосмотра. Кроме того, мы предлагаем широкий выбор поддержанных и новых автомобилей разных марок. Автохаус Кауфман купит ваш старый автомобиль в счет оплаты нового. Александр Кауфман ответит на все ваши вопросы. Бену. Драйв, джейндж. Ваша кожа выглядит уставшей и морщинистой? Вы замечаете первые признаки старения на лице и шее? А вам хотелось бы посещать каждый день профессиональный косметический салон и при этом не тратить кучу денег? Теперь это возможно с помощью Дермаванд. Это прорыв в области омоложения кожи. Дермаванд невероятным образом улучшает состояние вашей кожи. Дермаванд посылает мягкие и безболезненные импульсы, которые стимулируют вашу кожу. Таким образом, активный кислород проникает в эпидермис и в то же время стимулируются более глубокие слои вашей кожи. Активируется естественная выработка коллагена и эластина, а ваша кожа освежается и морщины разглаживаются. Внешне этот эффект можно сравнить разве что с лифтингом. Мягкие высокочастотные импульсы производят кислород, который действует как естественный очиститель поверхности кожи и убивает любые бактерии. Вы можете использовать дермаванд для того, чтобы сделать естественную подтяжку в таких проблемных зонах, как руки и грудь. С помощью этого прибора вы можете даже избавиться от целлюлита, а также стимулировать кожу головы, чтобы предотвратить выпадение волос. Используйте дермаванд для подтяжки чувствительной кожи на вашей шее. Эта запатентованная технология действует на любой тип кожи. И при регулярном применении поможет вам избавиться от мешков под глазами и мелких морщин вокруг глаз. Дермаванд помогает снять опухлость щек и снизить пористость кожи. Ну и кроме того, вы экономите кучу денег. Судите сами. Хороший сеанс ухода за кожей обойдется вам не менее чем в 65 евро, а то и больше. А для достижения ощутимых результатов необходимо пройти как минимум 20 таких процедур. И это уже 1300 евро. С аппаратом дермаванд вы получаете свой собственный косметический салон на дому. Пастерская проповедь управляющего патриаршами приходами в США архиепископа Юстиниана. Живое слово на канале RTVI. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот нам прислал человек по имени Рупрехт. Он спрашивает вас, а что революция Ленина? Она тоже была оранжистской? Нет, в мире было очень много революций. И каждая революция имела свою технологию. Скажем, революция Ленина была в том числе реакцией на омерзительный, чудовищный февраль 1917 года, который сверхмонарх и развалил империю. И в этом смысле в какой-то степени революция Ленина была ответом на этот февраль. Потому что красные большевики, они штыками и саблями стали собирать опять территорию и создавать Красную Евразийскую империю. То есть вы вот нынешней революции, нет, революции я не буду говорить, но нынешним протестом вы в этом отказываете. Вы считаете, что вот тогда вот то, что делал Ленин, это было прекрасно, а сейчас это развал. Это уточняющий вопрос? Да, уточняющий. Это Рупрехт спрашивает или вы на этот раз? Нет, это я. Я ограничусь тем, что я ответил Рупрехт. Хорошо, тогда мы от судеб России переходим к более частному случаю, но к такому случаю, который обсуждается сейчас очень широко. Это касается акции группы, девчачьей группы такой Пуси Райд в Храме Христа Спасителя. Действительно об этом очень много говорят. Вот уже больше трех тысяч человек подписались под обращением к патриарху Кириллу. Просят не преследовать в уголовном порядке участниц этой группы. Ну вот в Русской Православной Церкви сегодня сказали, что в общем не видят оснований для того, чтобы держать под стражей участниц этой феминистской панк-группы. Вы-то что думаете по этому поводу, Александр Алексеевич? Много соображений возникло. И таких эмоциональных я их пытаюсь просто привести в порядок. Девчушки, ну дурочки, правда, такие шалунии. Не знаю. Сами не знали, что делали. Конечно, их так интерпретируют, что просто пошалели немножко. Дурочки-то дурочками, а ведь в мечеть-то не пошли. Православный храм. А если бы пошли в мечеть с этим, их же там прямо бы и зарезали. Прямо на пороге мечети. Как овец. Ну не факт. В России-то, ну не факт. О, да. Уверяю вас, зарезали бы за святотатство. Ну все-таки это территория России. Вызвали бы, наверное, полицию тоже. Это территория Аллаха. И там бы их зарезали. И они, дурочки-то знали это, пошли поперлись в православный храм. Почему? Понимаете, я думаю, что ведь они являются маленьким крохотным фрагментом целой культуры. Целой огромной культуры, которая сформировалась за эти 15, а может быть 20 лет, в недрах которой лежит идея эпатажа, идея так называемой провокативности, которую говорит Марат Гельман. Что может быть интереснее для этой культуры, культуры Марата Гельман, чем заглянуть под хвост коровы и сказать, что я заглядываю вглубь России. И что может быть прекраснее для этой культуры провокативной? Разрубить иконы на глазах у зрителей. Или, например, я помню, вот эти чудовищные дни октября 1993 года, когда пылал Дом Совета, вот это белое здание с черными страшными закопченностями чудовищные. Там была кровь, там была беда, там была беда России, там была беда как для гельцинизма, так и для русских патриотов. И вот эта провокативная культура выделила четырех художников-авангардистов, Бреннер такой известный. Они голые, со своими отвисшими гениталиями позировали на фоне трагического Дома Советов. И в этом был особый шик, это блеск, блеск этой культуры. А скажите, пожалуйста, когда вот прошла эта недавняя выставка, где там морали иконы, в образе Богородицы рисовали какие-то там что-то усы, и были даже уголовные дела. Но это давно уже было. Это было очень давно, это было в 16 веке. Ну не в 16, но давно. Я участвовал в этой программе примерно полгода назад, и было уголовное дело. Эта культура сформировалась, и она носит, повторяю, не антимусульманский характер здесь, а антиправославный. Как поступить с этими барышнями? Как поступить? Вот я бы хотел с ними повидаться. И может быть вдруг оказалось, что даже теперь, когда они под стражей, в узилище, они гордятся своим поступком. Может быть им кажется, что это подвиг. Вот мы их жалеем, отпустить. Они не хотят на свободу. Вот скажем, христиане хотят пострадать за Христа. Толстой хотел пострадать за Христа. И высшим подвигом для христианина это пострадать за Христа. Даже войти на грязь. А может быть они хотят пострадать за сатану. Может быть это сатанисты. Я думаю, что сатанисты это выдумка клерикалов. Нет, подождите, нам-то с вами что до этого? У нас вот... Да вам-то ничего. Нет, вот нам с вами что до этого? Да вам-то ничего. Вот что делать? Да я-то делюсь своими соображениями. Я говорю, что может быть эти девахи-то, они не так уж наивны. Может это мученица сатаны? Может это им нравится? Может они делегированы? Подождите, с этим кто должен разбираться? Полиция? Суд? Нет, я. Я должен разбираться. Вы же меня спрашиваете. Вы без вопросов. Вы же меня спрашиваете. Я вам случайно и не полицейский, и не судья. Я просто говорю, что в России сложилась либеральная, антихристианская культура сквернения святотатства. Но это не всё. Можно вопрос? Милейшая Марина. Можно вопрос? Потом. Хорошо. После лекции. После фукулятивной. Да. Но интересно другое. Что с одной стороны, наше государство, оно ориентируется на православие. То есть на фундаменталистские ценности. Что не Пасха, то вокруг храма идут мэры, президенты и премьеры. Что не Рождество, то благословение патриарха. И вообще нужно укреплять православие. А с другой стороны, государство вот этой культуре гельминовской даёт транши, даёт премии, поощряет их. Вот эти гельминовские фестивали в Перми, полбюджета губернии пошло на этих чудовищных красных человечков идиотских. Значит, государство само поощряет вот эту нигилистическую провокативную культуру. И оно находится в абсолютно дурацком положении. Зачем это смешивать-то, Александр Андреевич? Это одна культура, православие другая. И поэтому ту культуру надо в православный храм гадить на алтарях. Согласен с вами, да. Да зачем? Зачем? Нормально так никто не поступает. Вот в данном случае, что с ними делать? Вот государство, что с ними делать? Да хера знает, извините за выражение. Эфир у нас, Александр Андреевич. Эти бабы, хрен хотел сказать. Эти бабы делегированы в храм для сквернения. Кем? Этой чудовищной антиправославной культуры нигилистической. Эта культура реальность, это машина культурная. Она заряжает людей, она поражает их на образование. Не могу не спросить. Вы были советским человеком, советским журналистом. Что было с церквями при советской власти? Что было на месте храма Христа Спасителя? Что, Александр Андреевич? Скажу, скажу. Бассейн, Москва. Да, и наши батюшки, и наш патриарх хвалят за это, да? Правда, они хвалят за это большевиков. Говорят, какие прекрасные большевики устроили бассейн. Кто иконы-то в свое время? Кто там взрывал храмы? Кто иконы разрывал начальство? Эти деваки что, коммунистки что ли? Или комсомолки что ли? Не знаю. Всяко может быть. У меня-то вопрос другой. Что с ними делать государство? Вот они попали сейчас в полицию. Что государству делать с ними? Или что им делать с государством? Государство находится в дурацком положении. И заниматься вот этим альтруизмом не хочу. Я бы их, конечно, отпустил бы. Я бы их высек. Я бы не позволил им даже надеть юбки, как они были голые. Но у нас, слава богу, нет такого наказания. Ну, слава богу. Я бы сделал. Я бы сделал. Это не то, что прокуратор, там, иудеи. А я бы сделал. Делал бы и высек их. Но это не помогло бы. Потому что культура Гельмана запущена. Ее спонсирует государство. И она будет посылать осквернителей в храмы православные. А потом церковников будут бить ножами, как это сделано в Оптиной пустыне. Трех монахов, мучеников, застекли ножом. И на ноже были сатанинские символы. Поэтому я думаю, что церковь сатаны – это абсолютная фантазия. Это фантом. Ее нет. Но вдруг действительно появляется этот нож, которым забили трех священных мучеников. И вот эти девахи врываются в храмы. И вот эти рубители икон. И весь этот эпатаж. Я бы хотел, конечно, посмотреть, как бы они себя чувствовали, если бы они ворвались в мете. В мечеть. Мне пришлось бы их оттуда вытаскивать, наверное, с помощью Шойгу. То есть вы имеете в виду с помощью МЧС? Хорошо. У нас остается чуть меньше двух минут. Вы же все хотели про праздники. Ну давайте про праздники. Вот на самом деле, что Путин-то объявил, который вы так поддерживаете? Вот сейчас проверим. Поддерживаете на самом деле или нет? Ну как я его поддерживаю? Со следующего года. Я же поддерживаю Прохора. Со следующего года. Новогодние праздники станут короче. Короче. А майские длиннее. А жизнь длиннее. Сказал Владимир Путин. И отлично. Ну, что думаете? Ну, я думаю, что там отнял, сюда прибавил. Это как Тришкин кафтан. А, кстати, а время он оставляет Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Это время, да? Вот время. Вот этот вот переход в землю. Властелин часовых колец, это Медведев. Да. А Путин властелин красного календаря. Праздников. Красного календаря. Роли распределены, я считаю, что это разумно. Ну, то есть вы поддерживаете. Глупо было бы одному человеку концентрировать у себя все вот эти временные компоненты. Они поделили по-братски. Ну, хорошо. Тогда последний вопрос, поскольку у нас остается буквально уже теперь минута. Вопрос, который, я думаю, вас заинтересует, который касается Башара Асада. Вот, опять-таки, Владимир Путин сегодня сказал, что вопрос политического убежища в России для него не обсуждался и не обсуждается. В этом поддерживаете новоизбранного президента? Да я думаю, что и Саркази тоже не ищет политическое убежище. Там все будет достаточно хорошо. Ну, Саркази-то вроде бы и не собирался искать убежище. А вот Башара Асад не исключено. Ну, почему там и в Берлсконе проблемы, и Башар тоже не искал политическое убежище. Армия за Башара. Армия за Башара. Китай за Башара. Иран за Башара. Россия за Башара. А как же мы за него убежище не хотим давать, если что? То он не бежит. Он же не бежит. А если побежит? Надо брать. А если побежит, тогда мы и рассмотрим этот вопрос. Здесь, на Эхо Москвы, обсудим это. И скажем Башару Асаду. Правильно ли он поступил? Я думаю, что Башар не хуже Каддафи. Это мужественные люди. Понимаете? Александр Проханов, журналист. Был сегодня гостем программы «Особое мнение». Я Марина Королёва. Всем счастливо. Все. Субтитры сделал DimaTorzok